К данному моменту мы очень много говорили о правильной структуре документа и создании хорошей схемы документа. Но кроме отслеживания самих элементов, нам нужно убедиться, что ваша схема — это то, что вам нужно, или то, что вы хотели. В данном видео я дам вам некоторые ресурсы, которые помогут проверить в работе вашу структуру. Чтобы это сделать, я воспользуюсь файлом trails.html, который находится в папке 0.2.12. Но сначала я покажу вам пару расширений. Первое — это очень клевое расширение для Google Chrome. Называется оно HTML5 Outliner. Оно также доступно, как библиотека JavaScript под названием H50. Вы можете скачать через Google Code или сделать свое собственное расширение. Но уже есть готовое расширение, вы можете добавить его в Google Chrome. Как только вы его добавили, так, давайте я покажу вам, чем оно вам поможет. Если вы перейдете на веб-страницу, допустим, на alinda.com, в адресной строке, в верхнем правом углу, у вас появится небольшая зеленая иконка. Когда я кликну на нее, передо мной появляется таблица контента. Что это такое? Это схема документов. Самое клевое в этом то, что если вы прокрустите его, то вы сможете кликнуть по ней. Я могу кликнуть и перейду в конкретный раздел документа. Это реально круто. Плохо в этом расширении то, что она работает только с веб-страницами, которые находятся в интернете. Она не работает для локального просмотра. Допустим, если бы я хотел посмотреть на свою локальную страницу без локального сервера, просто открыв ее в браузере, вы заметите, что иконка не появится. Таким образом, вам нужно просматривать ее на локальном сервере, либо загружать файл в интернет, иначе расширение не будет работать. Есть также онлайн-инструмент, который вы можете использовать. Он называется HTML5 Outliner. Вы можете найти его на сайте gsneeders.html5.org. Он позволяет вам ввести URL любого сайта, и затем он создает схему. Или, если вы хотите, вы можете скопировать и вставить ваш собственный HTML-код. Так что, если я перейду обратно на свою страницу, и выберу все, и скопирую это, я могу вернуться обратно на этот сайт и просто вставить весь код сюда. Как только я сделаю это, я могу кликнуть по кнопке Offline This, и затем для меня будет создана схема документа. Это круто, это просто, и это очень быстрый способ проверить его. Плохо в этом способе то, что проверка идет только с помощью алгоритма проверки схем HTML5. Помните, это не реализовано ни в одном из других браузеров, и ни в одном из устройств, которые доступны на момент записи данного видео. Таким образом, хоть вы и видите довольно хорошую схему документа, и вы можете прийти к довольно хорошей мысли. Вы не видите схему, которая на самом деле будет создана поисковыми машинами, такими как Google, или с помощью различных устройств. Чтобы сделать это, вы можете воспользоваться отличным дополнением к Firefox, которое называется Heading Map. В этом расширении одна из самых лучших частей состоит в том, что она показывает схему, основанную на алгоритме проверки схем HTML5, и также схему, основанную на старой модели HTML4, которая до сих пор использует поисковые машины и вспомогательные устройства. Как только вы установили это дополнение, вы можете посмотреть на локальную страницу. Перейдите в Tools и выберите Heading Map. И теперь у меня есть эта клевая небольшая схема с левой стороны. Теперь заметьте, я могу переключаться назад и вперед между заголовками старой версии HTML4 и новой версией схемы HTML5. Здорово в этом то, что я могу увидеть преимущество структурного механизма, который я получил из HTML5, и видеть реальное приложение, которое я получаю из заголовков. Это отличный способ уточнения своей схемы. Можно убедиться, что документ отвечает двум стандартам и понимает разницу между ними, когда алгоритм проверки схемы HTML5 начнет работу. Иметь возможность проверить схему вашего документа во время работы, это отличный способ убедиться, что структура вашего документа именно такая, какой вы хотите ее видеть. Это также может предупредить вас о возможных проблемах семантики и доступности вашей страницы. Я настоятельно рекомендую исследовать эти инструменты и использовать их во время разработки сайта. Перевод выполнен в клубе складчик.ком